всем доброго дня сегодня мы с вами продолжаем проходить тему конечных преобразований и сегодня нам важной целью будет доказать именно то что конечные преобразования замкнуты относительно контекстной свободности то есть вот у нас был факт нам нужно доказать теорему 5 давайте замучу пока кого-нибудь из вас я догадываюсь что надо сделать вот так вот если я ошибаюсь то извините вот значит факт которому доказано мы будем говорить что если у нас l является контекст свободным языком и psi является конечным преобразованием то образ контекста свободного языка как соответствие тоже является контекст свободным языком мы с вами доказал мы сегодня с вами докажем этот факт Значит, получается теорема 5 у нас с вами. И давайте я сформулирую. То есть у нас есть LKS-язык. Psi – это конечное преобразование. Тогда нам надо показать, что Psi-отель является контентом свободным языком. Давайте поймем, какая идея доказательства. Значит, идея доказательства состоит в том, что у нас, в принципе, есть с вами теорема Неван. Поэтому давайте воспользуемся ее. Напоминая, что это французская фамилия, удаление всегда ставится на последнее слово. Мы знаем с вами, что Psi – это такая вещь. Это у нас с вами обратный гамморфизм неудлиняющий. Это у нас ограничение на регулярный язык. И это у нас с вами еще один неудлиняющий гамморфизм. То есть у нас, напишу, Psi и FI – неудлиняющий гамморфизм. Тогда смотрите, что мы с вами можем сделать. Нам надо доказать три факта. Первый факт заключается в том, что если у нас FI – гамморфизм, есть какой-то L – это кс-язык. Нам надо доказать, что FI – первый от L – это тоже кс-язык. Второй факт. Он немножечко сложнее. Нам нужно с вами показать, что если у нас с вами L – кс-язык, тогда ID R – от L, что является L – пересечь с R – кс-язык. Если R у нас регулярный. То есть мы с вами говорили следующий факт. Так, секунду. Мы с вами говорили, что у нас контекстно-свободные языки не замкнуты относительно пересечения. Но оказывается, они замкнуты относительно пересечения с регулярным языком. И этот факт я как раз оставлял на конец, чтобы его сегодня попытаться доказать. И мы его с вами будем доказывать через построение еще одной нормальной формы. Третий факт, который у нас есть с вами. Пусть у нас с вами есть это гомоморфизм. Давайте опять же. Пси есть гомоморфизм. L – кс-язык. Тогда образ при гомоморфизме у нас с вами тоже является кс-языком. Вот такие три факта у нас с вами есть. Тогда, если мы их докажем вместе, то, понятно, сначала у нас с вами идет кс-язык, потом берем образ, потом образ, и потом еще раз образ мы с вами берем и получаем то, что мы, собственно, хотим. То есть у нас как раз с выкладывается целиком картинка. Так, по этим моментам понятно? То есть что мы с вами будем… Хитрые факты мы с вами будем показывать. Давайте я сделаю так. Двигаемся дальше. Я что-то никого не слышу. В чате тоже пустота. Тишь да гладь. Здесь все понятно. Хорошо. Давайте тогда двинемся дальше и докажем с вами как раз сначала про гомоморфизм. То есть начнем с доказательства с третьего пункта. На самом деле, не все просто. Смотрите, давайте рассмотрим L. У нас он является кс-язык. Следовательно, существует такая грамматика g. n-sigma-ps. Такая, что язык, задаваемый грамматикой g, равно L. Ну, тогда мы с вами можем сделать достаточно все просто. Мы с вами говорим… Давайте рассмотрим g в нормальной форме хомского. Напоминаю, что у нас правило там имеет три вида. У нас либо из s в epsilon, либо мы делаем из a в bc, либо из a в a. Да, ну тогда давайте построим грамматику g штрих для Fiatel. Ну, на самом деле, давайте я даже вот так вот сделаю табличку. Давайте вот это мы перенесем с вами. Ну, видно, смотрите, тут важно что? Показать. Как эту штуку мы с вами будем преобразовывать для гомоморфизма. Да? То есть, что у нас с вами получается? У нас с вами получается, что вот это преобразование нам надо все буквы перенести вправо. При этом мы понимаем, что если мы хотим сделать гомоморфизм, то каждая буква должна перейти в образ этой буквы при гомоморфизме. Поэтому мы сразу скажем, что это правило у нас переходит из a в Fiatel, а остальные мы с вами не меняем. Да, ну и тогда можно показать, что если у нас здесь у нас в грамматике g выводилось w, тогда и только тогда, когда в грамматике g штрих мы с вами вводим Fiat v, там делается какой-нибудь индукция по длине вывода в обе стороны. Так. Для любого a. То есть мы, по сути, с вами будем доказывать следующий факт. a уже выводится w, тогда и только тогда, когда из a у нас уже штрих выводится w штрих. Ой, не w штрих, а Fiat w. Ну, индукция несложная, я не хочу сейчас тратить время на то, чтобы ее показывать. Так, хорошо. С этим пунктом понятно, как делается? Давайте активнее быть. Я, конечно, понимаю, что конец семестра и всякое такое, но это... Ну, да, все понятно. Хорошо. Теперь погнали с первым пунктом покажем. То есть у нас с вами есть L, кс-язык. Дальше у нас с вами есть FI, неудлиняющий гамморфин. Тут важно, что он у нас неудлиняющий. Дальше нам надо с вами показать, что FI в минус первый – это отель, у нас тоже будет кс-язык. И смотрите, значит, что нам надо получить с вами? Нам на самом деле нужно понять, чему равняется прообраз буквы. Потому что если у нас с вами V принадлежит FI в минус первый – отель, тогда и только тогда, когда получается FI от V принадлежит L. Да, ну, у нас есть такое с вами соотношение. И, соответственно, если мы хотим понять, как у нас буква будет работать при прообразе, то есть как ее можно получить, важно, что у нас гамморфизм неудлиняющий. И давайте это как раз рассмотрим. Значит, смотрите, опять же, давайте поймем следующее. Пусть у нас есть FI, и давайте рассмотрим такое множество гамма-эпсилон. Мы, на самом деле, с вами его уже в прошлый раз рассматривали, когда доказывали для неавтоматности. Здесь мы с вами что говорим? Давайте мы посмотрим все буквы из алфавита исходного. Такое, что FI от A равно эпсилон. Да, мы можем с вами гамморфизм настраивать на отдельных буквах. И для гамма, давайте от буквы альфа, пусть будет, да, это множество всех букв А из гамма, таких, что FI от A равняется альфа. Я подчеркну, что альфа – это у нас буква. Тогда давайте поймем, чему равняется FI в минус первое от эпсилон. Гамма-эпсилон. Да, только со звездой. То есть у нас эти буквы могут повторяться какое-то количество раз. Да, это важно. И смотрите, что еще важно, я забыл сказать. Важно, что гамма-эпсилон объединить по всем альфа. Гамма-альфа – это гамма. Да, то есть так, поскольку у нас гаммоморфизм неудлиняющий. Сумма гамма-альфа. Ой, а сумма, я молодец. Давайте объединение напишу. Это все-таки объединение. Вот так вот. То есть объединение по всем гамма-альфа и по объединению гамма-эпсилон у нас гамма. Потому что образ любой буквы при гаммоморфизме – это любое пустое слово, либо альфа. Так как у нас FI неудлиняющий. Ага. Так, смотрите. То есть у нас получается FI в минус первое от эпсилон – это гамма-эпсилон со звездой. Да? А теперь смотрите, что мы с вами сделаем. Скажите, чему тогда равняется у нас FI в минус первой от А? От альфа. Гамма-альфа плюс гамма-эпсилон со звездой? Чуть-чуть точнее тут надо, потому что если… С плюсиком. Типа гамма-эпсилон со звездой, гамма-альфа, гамма-эпсилон со звездой? Да. Потому что, смотрите, если у нас есть слово FI от V равняется альфа, то наше слово W мы можем распилить на три части. Вот первый кусок у нас может отобразиться в эпсилон, второй кусок у нас отображается в альфа, а все остальное отображается в эпсилон. Вот. Ну, что мы с вами сможем сказать? Мы можем сказать с вами, что мы с вами… Давайте заведем не терминала S альфа. Значит, что они будут делать? Нам нужно построить с вами грамматику, которая из S альфа будет выводить FI в минус первой альфа. То есть идея, вот у нас с вами есть какое-то слово, нам надо его задать грамматикой и обратным преобразованием. Напоминаю, что FI минус первой альфа – это у нас гамма-эпсилон со звездой, гамма-альфа, гамма-эпсилон со звездой. Так как у нас гамма-эпсилон со звездой, гамма-альфа, гамма-эпсилон со звездой регулярный, это несложно видеть, то мы можем построить гамма-альфа, равный там что-то там, и, по-моему, там четвертый символ – это S альфа, выводящий этот язык. распознающий этот язык. И тогда мы с вами можем построить теперь грамматику для обратного гамма-арфизма. Опять же, пусть у нас с вами был L, который у нас находился, грамматикой вида L – это G, DG – это NF Хомского. Давайте посмотрим, как мы будем строить с вами FI минус первый от L, с учетом того, что у нас этот факт есть. Нам, опять же, надо рассмотреть три правила. Первое – это из S в Epsil, второе – это из A в B C, а третье – это из A в A. Давайте поймем, во что у нас первое правило превратится. В G-Epsil? Ну, да, G-Epsil. Смотрите, тут можно сказать, что это S должно превратиться в стартовый терминал для S-Epsil. То есть S-Epsil. Но для S-Epsil выводят G-Epsil со звездой. Ну, это достаточно легко построить. Давайте даже я сейчас скажу, как построить это. G-Epsil. Значит, грамматика будет такая. Тут у нас получается, из S-Epsil выводится любой символ. Давайте X S-Epsil. А из S-Epsil у нас может вывести S-Epsil. Да? Нет, давайте из S-Epsil выводится Epsil. Где у нас любой X берется из G-Epsil. Да, вот такая грамматика у нас с вами для G-Epsil со звездой будет. Я тут ее просто детально привел, чтобы было понятно, как она строится приблизительно. Так, хорошо. Что со вторым правилом делаем? Ничего не надо. Да, мы ничего не делаем. А с третьим? Почему мы во втором правиле не можем в начале добавить Epsil, но в серединке и в конце? А смысл? Ну, типа, у нас же и так грамматика безо всем порождающих. Ну, хотя можно, в принципе. В принципе, не надо. Там индукционным шагом можно получить что-то, в принципе. Хотя, слушай, ты, кажется... Давай лучше все-таки добавим. Я что-то так подумал. На всякий пожарный. Да, я согласен, что что-то промежутки можешь вывести. Ага. Так, из А. Из третьего правила что у нас получается? А в СА? Да, А в СА. На самом деле, получается такая замена, и дальше Ама раскрывает. На самом деле, тут можно попытаться доказать в качестве упражнения, я вот сейчас понял, что S-Epsil в этой грамматике, в этом месте не нужен. Давайте я напишу S-Epsil вот здесь не нужен. Ну, потому что на самом деле в СА у нас так есть S-Epsil в гамме S-Epsil. Так, понятно ли, в чем тут идея? Как ее докручивать? Да. Все, хорошо. Теперь давайте разберемся с самым основным фактом. Значит, его можно доказывать в одну сторону, более простым способом, то есть напрямую, а можно доказывать более сложным образом. И более сложный образ нам нужен будет для того, чтобы некоторые свойства грамматик можно было упрощать, и свойства MP-автоматов. А именно мы сейчас займемся вопросом следующим, что если у нас L – это кс-язык, R – это регулярный, тогда L пересечь с R – кс-язык. Значит, давайте я сейчас просто сделаю цепочку выводов, из которых нам мы это будем получать. Это будет на самом деле следовать из факта, что существует MP-автомат. Такое, что для любого перехода вида Q1 – U – альфа, Q2 – бета. Смотрите внимательно, длина U равняется единице, то есть автомат без эпсиона переходов. Да, это интересный факт. Мы с вами доказывали в прошлые разы, что у нас длина на входе не больше, чем 1, а сумма альфа и бета равняется единице. Теперь мы снимаем ограничения на сумму альфа и бета, но мы кладем ограничения на букву U. Мы с вами строили подобные автоматы уже из кс-граммат. Да, но здесь мы с вами сделаем еще один финт ушами. Мы с вами построим нормальную форму, которая будет называться нормальная форма Грейбах. Сразу скажу, что Грейбах – это женская фамилия, она не склоняется. Женские иностранные фамилии не склоняются. И давайте вот сейчас мы вот эту цепочку с вами как раз и проработаем. Значит, смотрите, что мы с вами скажем. Мы с вами скажем, что грамматика G находится в нормальной форме Грейбах. Если все ее правила имеют вид. Первый вид правил – это такой, А, В, С. Второй вид правил – это А, А, В. Третий вид правил – это А, В, А. И четвертый, давайте так сделаем, это С, В, Эпсил. Да, а, еще надо сказать, что В, С – это не стартовые, конечно же. Итак, скажите, в чем отличие ее от нормальной формы от нормальной формы Хомского? Ну, типа, первые два правила совсем другие. Да, но они при этом похожи чем-то с нормальной формы Хомского. То есть у нас нормальной формой Хомского было А в В, С. Это Хомский. Здесь правило А в А, а здесь С в Эпсил. Как вы думаете, при помощи какой нормальной формы парсить проще будет? Грейбах. Да, Грейбах, на самом деле. Потому что здесь главная идея, что у нас вытаскивается каждый раз одна буква. Если мы просто сделаем с вами алгоритм Кока-Йонгера-Касами, то там константа будет значительно ниже. Ну, потому что там, если мы посмотрим с вами динамику по бататрескам, которая там у нас была, то у нас просто сразу первый символ снимается. То есть мы сразу спускаемся на длину на один меньше. Вот. Но минус этой грамматики состоит в том, что в ней будет очень большое количество нетерминалов. Значит, это плюс, минус большое количество нетерминалов. Сейчас мы это с вами как раз и будем видеть. Так, определение понятно нормальной формы? Грейбах. То есть идея, еще раз, вытащить первую букву в любом правиле. Ну, кроме this website. Так, значит, давайте сейчас я веду некоторое определение. Точнее, немножечко поговорю про мысль, как мы будем приводить к нормальной форме грейбах. И дальше чуть-чуть формализую. Смотрите, нам надо как-то вытащить первую букву. Есть дерево вывода. Давайте посмотрим такую ситуацию, что у нас с вами есть дерево А, и первый нетерминал, который у нас раскрывается, это нетерминал B. Сразу скажу, что давайте рассмотрим G в NF Омского. Смотрите, мы вводим нетерминал B, а дальше мы говорим, что мы вводим какое-то слово W. А, то есть вытащим именно первый не терминал из этого дерево вывода, который у нас с вами есть. Понятно, что в этом дальше раскрывается вы какое-то поддерево. Тогда давайте подумаем, как мы можем вывести V. Для этого введем обозначение. Я, может быть, не буду ввести ее в классической нотации, но давайте, чтобы понять. Мы будем говорить, что введем не терминалы вида A без B, которые будет выводить W, тогда и только тогда, когда из A мы можем вывести B W. То есть мы хотим вот эту картинку с вами превратить в вот такую картинку, чтобы у нас A без B выводил W. Так, давайте я только все-таки это дерево нарисую. Вот так вот. Вот такая идея. А теперь давайте поймем, как у нас такая картинка могла появиться. Смотрите, берем A и берем первый момент вывода, когда у нас появился не терминал B. Первый момент вывода. Да, я напоминаю, у нас нотация такая, что внутри тот дерево, вот этой куска елки, мы будем писать количество раз, за которое у нас это все раскрывается. У нас с вами раскрылся какой-то не терминал B, а тут, допустим, у нас с вами будет не терминал, пусть D будет. Здесь у нас будет с вами не терминал C тогда. А здесь у нас пусть будет какое-то слово U. Тогда давайте придумываем как раз с вами, как мы будем менять A без B. Давайте я зелененьким подчеркну. Понимаете ли вы, как мы можем теперь вывести U в наших нотациях? А без C. Да, А без C. То есть смотрите, что мы делаем. Мы говорим, что в конце мы вводим с вами А без C. Так, хорошо. Можно было бы сразу написать, что это А без C. И получается C без B, но это нам ничему не приведет. Поэтому давайте рассмотрим вот здесь вот первый не терминал, который у нас с вами раскрылся. Первый терминал, который раскрылся. Первый терминал из D. Почему он существует? Из нормальной формы Хомского? Да, в нормальной форме Хомского D у нас не эпсилон порождающий. Так, что мы с вами получаем? У нас получается, смотрите, есть какой-то терминал E, который дальше порождает E. Вот эта вот штука у нас... Давайте я вот так напишу. За один шаг у нас порождает E. Теперь рассмотрим вот тут вот, пусть у нас было P. Там же могло быть много не терминал. Где-где-где? То есть там E могло быть по 1, по 2 и так далее. Мы же из D не за один шаг вывели такое. А, нет, из D не за один шаг. Мы именно смотрим вот этот кусок у нас за один шаг. То есть посмотрим, как тут первая буква SD вышла. Вообще. Да, понятно, что у нас там еще много отцепочканных терминалов, но понятно, что когда-то отцепочканных терминалов у нас прервется, и у нас из какой-то буквы выведется... Пусть первая буква вот этого слова, которое выводится, это буква E. Да, мы ее вывели из какого-то терминала E. Тогда давайте допишем наше правило. То есть нам надо, смотрите, нам надо обозначить вот эту букву E, а с другой стороны нам надо еще обозначить вот эту, как мы вот это слово P могли вывести. Давайте я по маленьким буквам напишу. Как мы с вами могли бы вывести в наших терминологиях? D без E. Ага. D без E. И что осталось еще? Ну, нам надо первую маленькую букву вывести. Получается E. E. Да, то есть смотрите, что у нас получается. Мы будем добавлять правила вот такого типа. Да, то есть если у нас с вами есть цепочка. Да, вот я идеологию рассказал. Теперь как это все приводить? То есть у нас с вами, во-первых, пусть у нас с вами G' это будет N' Epsilon P' так, стартовый не терминал, пусть будет S. Пересмотрите. N' у нас с вами будет состоять из вот таких правил. Это стартовый не терминал, объединить со всеми терминалами вида A, B. Ну, так, сейчас. Да. А, B, принадлежащему N. Да, то есть это первая цепочка, то есть это те терминалы, которые мы с вами определяем. Дальше смотрите. Правила, как мы определяем. Первое правило, которое у нас с вами появляется, это вывести из вот такой вот штуки Epsilon. Да, то есть что из ни терминала, без его того же, мы можем вывести только пустое слово. Второе правило, которое у нас с вами будет, это нам надо и стартануть. Ну, тогда мы можем с вами сказать, давайте посмотрим первую букву A, которая выведется у нас из S. А здесь напишем S без A, причем у нас с вами есть правило A, а, принадлежащее правилам грамматики. То есть вот эта картинка, давайте я вот сюда нарисую, мы с вами из S что-то выводим, потом смотрим A, который раскрылся в первый раз в A. За один шаг. И дальше то правило, которое мы с вами написали. Давайте я как раз его с картинки спешу. Значит, что у нас получается? Правило из A без B. У нас с вами выводится E, D без E, A без C при условии того, что... Так, давайте смотреть, какие у нас правила грамматики были. Значит, у нас было правило грамматики C, B, D, C, B, S, D и E, стрелочка E тоже принадлежит правилам грамматики. Да, тогда мы с вами сможем построить именно вот эту картинку. Можете, пожалуйста, объяснить второй, ну, вторую скобочку, в объединении. Вот эту. Вот эту? Да. А, она обозначает, типа, от кого мы можем стартануть. То есть мы говорим следующее. Нам же надо все-таки, опять же, отткнуться с стартового терминала. То есть мы выживуем слово из стартового терминала. Идея такая. Давайте посмотрим первую букву, которую мы можем вывести, и понять, из какого правила оно выводится. Тогда мы понимаем, что у нас слово выводится из первого терминала A, оно выводит букву A маленькую, а вот эту вот штуку как раз мы и оставляем под вывод S без A. У нас для каждого двух не терминалов есть X без Y. Да, да, да. То есть мы сразу видим, что у нас количество состояния увеличивается в квадрат раз. То есть мощность N' мы с вами видим, что это O большое от мощности N в квадрате. Можно вопрос про третью скобку. Мы не должны наложить какие-то ограничения на A, ну то есть какие-то, чтобы оно в каком-то правиле тоже было. Какое правило с буквы A было. Да не, не надо. Мы же рассматриваем все гипотетические такие случаи. Ну просто там понятно, что если построить приведение грамматических нормальной формы грейбах таким способом, там просто будет видно, что множество из этих символов будет недостижимыми. Ну и мы на них дружненько забьем. Или непорождающим. Ну то есть тут квадрат, но тут квадрат мусора будет. То есть ну какие-то существенно значимы, кстати, немного. Так, давайте выясним, сделаем мы перерыв для того, чтобы это осмыслить. или двинемся дальше? Уйти дальше. Хорошо. Давайте тогда дальше двинемся. И теперь нам надо будет с вами доказать следующий факт, именно утверждение, которое говорит след, ну по сути лепо, что для любых А и Б принадлежащих Н, для любого W и сигма со звездой у нас с вами получается А выводится БВ в грамматике Ж тогда и только тогда, когда А без Б выводится W в грамматике Ж-штрих. Давайте сначала покажем факт слева направо, а потом факт справа налево. Справа налево он сильно проще, потому что там вывод в грамматике просто пишется. Поэтому давайте изучим факт слева направо. На самом деле часть доказательства мы с вами провели уже и начнем наше доказательство индукции подлиннее вывода. Да, уже. База. Количество шагов ноль. Тогда из этого мы сразу понимаем, что А равно Б, а W равно Эпсилон. И мы хотим, чтобы А без Б у нас с вами выводило Эпсилон. Но мы с вами специально добавили правило А без А в Эпсилон правила грамматики. Да, вот оно у нас с вами покажу. Вот оно у нас с вами правило есть в правилах грамматики П-штрих. База доказали. Теперь переход. Я могу тут написать саму картинку. Потому что на самом деле мы с вами в картинке это все показали. Давайте я сейчас еще раз напишу. Значит, у нас с вами А выводит БВ. То есть еще раз А выводит БВ. значит найдем С такой, что он за один шаг выводит это БД. Дальше мы с вами то есть у нас с вами получается вот эта картинка превращается вот в такую вещь С БД за один шаг. Да. Тогда так и еще нам нужно с вами из Д вывести Е за один шаг. Да, вот она у нас с вами картинка я продублировал. Тогда мы идем значит смотрите сделаем Д Е пусть З и за один шаг мы делаем Е З первая буква то есть у нас с вами получается вот так да и можем сказать тогда что у нас а тут пусть А будет то есть получаем вывод А выводит еще ЦУ дальше у нас получается с вами вывод вывод БДУ и дальше вывод Е З У и вывод ЕЗУ Ну тогда посмотрите что мы с вами можем сказать мы можем с вами сказать что Д выводит ЕЗ следовательно Д без Е выводит Z Z З и дальше мы можем сказать следующее что С без Д так у нас получается А выводит ЦУ следовательно А без С выводит Ж штриху Да и получаем мы с вами на самом деле следующее что мы можем с вами сказать давайте рассмотрим правила грамматики которое у нас было вот это вот А без Б А без Б выводит у нас с одной стороны так сейчас Е у нас получается там неправда написано вот где Б Д У выводит ЕЗ У потому что Б исчезло А стоп вернем зад Б вот так получается получается без У получаем А без Б выводит Е дальше у нас получается Д без Е А без С А по предположению индукции вот тут мы работаем вот это вот это все предположение индукции получаем с вами что вот это вот Е З У А ЕЗ У это у нас как раз слово Дубль В все сделали переход А вот мы как-то никак не задействовали вторую ой в общем вот эту скобку которая была где один терминал ну в смысле где одна буква и один терминал в нашем доказательстве где 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 ну вот вторая скобка там где у нас СС вводится А и вот эта фигня А мы сейчас ее да мы пока еще не воспользовались нам это будет доказать вот мы сейчас утверждение индукции докажем потом мы покажем что это из стартового терминала вводится слово тогда и только тогда когда это в в обратную сторону когда доказываете это нам понадобится даже не в обратную сторону мы когда будем доказывать уже соответствие между что эти две грамматики распознают один и тот же язык вот там этим воспользуемся так ну в одну сторону мы с вами показали вторую сторону все намного проще опять же делаем индукцию по длине выводов же штрих база так давайте вот так сделаем значит а без б у нас за один шаг выводят слово w а теперь смотрим на правило нашей грамматики где же мы за один шаг могли с вами вывести слово только в первом случае значит у нас получается w равно эпсилон b равно а ну тогда у нас получается а вводят а эпсилон все чисто теперь переход смотрите что мы говорим а без б как каким образом могли получить а без б за один шаг вывода у нас работает какое-то правило е дальше давайте я напишу вот так я сейчас символ от балды возьму да значит главное да c без d и главное чтобы у нас остаковка была здесь так а без f сделаем это сделаем маппинг небольшой то есть я специально написал вот такую вот вещь причем мы с вами видим что тогда у нас должно быть правило причем d у нас выводит е принадлежит правилам грамматики да я специально поменял буквы чтобы было понятно немножко так а здесь давайте я просто скопирую это правило значит я просто перепишу сейчас значит у нас смотрите я просто вижу что у меня происходит на доске вы тоже можете за этим следить а значит смотрите у нас с вами вот этот вот не терминал в нашем случае это c а здесь это штука которая выводит вот эту штуку то есть у нас получается с вами из f тут тут у нас e c без d a без f то есть у нас получается f меняется на c значит b остается а вот это d в нашем случае это c я сейчас просто вот типа я вот так написал я как это получается у нас с вами теперь смотрите что у нас с вами получается нам нужно показать что мы можем сделать значит смотрите мы говорим что c без d выводит некоторое слово у следовательно у нас c выводит ду по предположению индукции а дальше а без f пусть у нас выводят в следовательно у нас c а выводит f f v по предположению индукция вот и теперь смотрите что мы с вами должны вывести нам нужно из а вывести е у в поехали расписывать значит что у нас есть f дальше f мы можем заменить на bc v c мы заменяем на ду bc так сейчас секунду а о да b d u v а здесь мы заменяем d на e e u да то есть мы здесь с вами выводим е увы а здесь мы с вами выводим из а b u v ну кажется сошлось то есть получается индукционный переход делается намного проще в этот вот здесь так факт в обратную сторону понятен ну да хорошо теперь давайте докажем 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 что lg равняется lg штрих так смотрите что у нас получается получается что в принадлежит lg тогда и только тогда когда из с мы выводим с вами слово w сразу скажем следующее что если у нас с выводит w тут может два случая быть первый случай первый случай с выводит epsilon то есть w равно epsilon ну тогда переносит правило с в epsilon же штрих да то есть да я забыл сказать что я тут забыл написать одно правило кажется да давайте его все-таки допишем тут его не хватает у нас с вами то есть с epsilon если у нас с epsilon принадлежал правилам да нам его не хватало для разбора вот ну и второй случай в не равно epsilon тогда у нас смотрите получается в равно ау то есть если у нас получается с выводит за какое-то количество раз тут надо сказать что у нас появляется некоторый терминал а который выводит у и потом мы за один шаг мы выводим ау так как у нас грамматики значит в грамматики же штрих мы можем написать следующее да тут важно сказать что при этом у нас будет астрин а принадлежит правилу грамматики так смотрите что у нас получается мы получаем с вами что с без а выводит у значит с грамматики же штрих мы можем сказать выведет а а с без а да у нас было такое правило грамматики и потом мы с вами еще один раз прогоняем получаем ау равняется слову то есть это доказательство что ладжи вложено в ладжи штрих это раз теперь в обратную сторону пусть у нас ладжи штрих вложено в ладжи как мы тут стартуем мы стартуем здесь с ж штрих а с без а где а писар принадлежит правилам грамматики п да то есть опять же мы говорим с вами что w равно ау да получаем с вложено штрих а с без а да и получаем что тогда у нас с без а вводит у в итоге получаем следующий вывод значит как мы выводим с вами в итоге у нас получается с выводит ау по леме а здесь из а мы вводим ау то есть тот же самый w ну в итоге мы с вами доказали теорему которую мы с вами хотели то есть самое главное самая сложная идея здесь это нарисовать картинку то есть еще раз вот самая фишка это нарисовать вот эту картину то есть идея того что давайте рассмотрим то что у нас может выводиться без первого не терминала который мы выделяем так а какую теорию мы сейчас сказали просто что мы возможно привести к этой форме да что любого грамматика может привести к нормальной форме грейбах а мы сейчас ее будем использовать как раз я алексей скорее всего не сходу пришел вот мы тут строили план что мы будем делать ну да имел ввиду практическим использованием ну практическом использование но мы можем сильно уменьшить асимптотику в кукойянгерах с вами время на обработку да но при этом у нас количество терминалов станет сильно больше в квадрат раз так люди скажите где я вас обманул одна на экране скрывается может из-за буквы а могла выводиться изначально нет такого быть у нас ну в принципе может быть но ладно оставим такое правило такие правила у нас могут быть тут есть на самом деле один подвох который говорит что эта грамматика не в нормальной форме грейбах вот сейчас вот если посмотреть на правила по штриху у нас из-за без а следует да у нас с вами есть эпсиум переходы как избавляться будем от них пока не покориться или там стандартный алгоритм избавления от эпсиума переходов сделаем алгоритм избавления от эпсиума переходов эпсиума рождающих и там получится что как раз у нас и появится правило вида из а следует то есть смотрите еще раз то есть у нас что может быть какие правила у нас есть правило из а а б ц есть правило из а в а б значит если у нас получается если у нас в выводе эпсиума то мы делаем плюс а выводят а б а ц да но если цепь порождающий то мы делаем аналогичный вывод а если здесь б эпсиума порождающий то мы добавляем правило а а выводит б а в это только тут стрелочки у нас так ну теперь вроде верно все поэтому перенесем вот этот перенос конец доказательства вот сюда вот вот те ну что давайте двигаться дальше тогда теперь нам нужно доказать следующий факт по цепочке а именно сказать что любая грамматика задается теорема это помните рима у нас 6 если не ошибаюсь что любой мп автомат можно привести век виду к 1 альфа у 2 об этом где модуль альфа где а принадлежит сигна давайте напишем эля тем равняется l следовательно построим же в nf грейбах можем можем и дальше нам нужно правило переходов которые у нас с вами были значит смотрите давайте я напомню конструкцию которую мы с вами встроили в прошлый раз когда мы строили по кс грамматике мп автомат напоминание значит кс в мп у нас конструкция была такая а здесь у нас было ипсион ипсион с мы клали а потом делали следующее ипсион а альфа перевернутая это мы состояние было завершающим либо а аэпсион то есть мы снимали символ алфавита ипсион да и тут у нас были проблемы с тем что вот эти вот у нас были эпсион перехода да то есть для nf-грейбах у нас была бы картинка такая давайте я канонические случаи покажу значит смотрите картинка у нас была бы такая значит а а ипсион здесь бы у нас было ипсион а а b c либо ипсион а а b либо ипсион с а b c либо ипсион s ab а ну еще могут быть переходы вот такие вот у нас ипсион а вот такой лепесток у нас получается и давайте подумаем можем ли мы этот лепесток каким-нибудь образом упростить так чтобы мы при этом сразу с вами это со входа до что-то кушали вспоминаем как и как и всем переходом в обычном автомате выбираем ну вот все эти переходы где по правилам мы можем наверное заменить что мы читаем букву а и потом делаем а b c да 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 именно так то есть смотрите то есть смотрите что мы с вами делаем сейчас это можно сделать более формально давайте я предлагаю пока что на неформальном уровне остановиться потому что там еще две индукции будут но алгоритм будет ровен ровно таком же как удаление и все переходы потому что здесь мы это с вами должны смотреть первый переход который у нас будет давайте я их буду стягивать то есть мы читаем а потом стартовый терминал мы съедаем кладем на стак и его разворачиваем то есть у нас получается с вами давайте давайте я подчеркну специальное действие то есть мы берем вот этот переход потом мы берем допустим вот этот переход и вот этот переход и объединяем их вместе то есть это у нас первый идет это у нас идет второй это у нас идет третий и мы получаем значит что со входа мы то есть смотрите кладем с дайте появление стека проэмулирую у нас с потом на стеке у нас получается а bc а потом мы снимаем а получаем bc то есть нам достаточно здесь со входа положить эпсилон на выход плюнуть bc аналогичным образом у нас получается правило вида вот такого ну если у нас было допустим правило из s выводится а какой-то не терминал а нам же нужно забрать s из стека не-не-не нам не нужно забрать а со стеком у нас его нет мы сразу его взяли и забрали так ну и допустим еще могли бы быть такие правила то есть для каждого случая у нас есть свой кандидат а теперь смотрите давайте второй второй кейс рассмотрим когда мы допустим рассмотрели вот такое правило раз и тогда мы первым действием которое было здесь съедаем это правило а вторым правилом съедаем вот это правило и тогда у нас получается здесь что может вопрос а вот а 2.0 2.0 это если у нас есть правило s в а да если правило s в а такое тоже может быть но у нас в исходном автомате его кажется нет не мы говорили что у нас все правила имеют имеют один из трех видов то есть это у нас я понимаю но вот в автомате который выше нарисован кажется у нас такого нет вот в этом да нет который справа а да да его нету но мы гипотически предполагаем что он может быть там да мы рассматриваем все возможные случаи ну понятно это можно более формально записать да но здесь в общем смотрите что у нас получается фиолетовый это получается а потом мы по сути должны со стека снять а а дальше мы должны с вами положить туда bc да аналогичным образом у нас добавляется а а b то есть это у нас правило если у нас давайте будут писать вот так а bc здесь у нас будет правило а а b и если у нас вот такая штука то у нас правило а вид вида а в а давайте напишу доказательства аналогично тому удалению эпсилон переходов то есть опять же индукция в одну сторону индукция в обратную сторону по длине вывода у нас еще завершающим завершающий состояние может быть старту да завершающий стартовый если с эпсилон эпсилон да напишу если у нас из-за сводился эпсилон да да конечно ну понятно как мы конструкцию преобразовали да то есть нормальная форма грейб позволяет просто на халяву получить такой автомат так товарищи а теперь догадываетесь как доказать что пересечение контекста свободного языка и регулярно является контекста свободно построить декарту произведения этого автоматы регулярно все да да именно так то есть если у нас L это кс язык R это регулярный то L пересечь с R это кс язык ну давайте докажем будем говорить с вами что L равно L от M где M это MP автомат с однобуквенными переходами R это L от давайте я тут MP назову вот так да а здесь у нас M M это давайте скажем пусть пусть будет ДК хрен с ним ну вообще достаточно автомат с однобуквенными переходами дальше напишем устроим декартовое произведение как мы будем его строить с вами строим автомат давайте MR назовем его который будет обладать Q M Q MP штрих дальше у нас получается с вами сигма здесь у нас гамма получается дельта дельта MR сейчас определим стартовое это получается у нас Q0 пара Q0 M Q0 MP и завершающий это F FM на FP MP ну а дельта штрих дельта MR это переходы вида такого значит у нас получается давайте я обозначаю опять Q1 M Q1 MP а так со стеком мы должны снять что-то да получаем Q 2 M Q2 MP бета если у нас с вами есть переход вида Q1 M A Q2 M принадлежит дельта M и есть переход Q1 P A альфа Q2 MP принадлежит дельта MP ну и дальше надо надо доказать по индукции следующий факт доказать что у нас Q1 M Q1 MP конфигурация W Epsilon выводят конфигурацию Q2 M Q2 MP Epsilon Epsilon тогда и только тогда когда у нас выполняется два соотношения конфигурация Q1 MP V Epsilon выводит Q2 MP Epsilon Epsilon а второе свойство это Q1 M W выводят Q2 M Epsilon да ну что индукционные переходы тут достаточно понятные то есть если мы докажем в одну сторону то и в другую обратно тоже докажем то есть там опять же давайте наверное я покажу пункты справа налево потому что слева направо достаточно очевидный ну не то что очевидный но он проделывается значит берем делаем индукцию пока плюс L база K равно 0 L равно 0 ну что получаем мы получаем что Q1 MP равно Q2 MP Q1 M равно Q2 M A V равно Epsilon ну и получаем то что отношение которое мы с вами хотим переход давайте рассмотрим первый вывод в автомате в нашем да мы говорим значит что у нас пусть V это какое-то АУ тогда у нас получается с вами переход Q1 MP V Epsilon дальше за один раз мы с вами переходим Q3 MP снимаем букву U получаем на стеке альфа и дальше мы получаем Q2 MP Epsilon Epsilon да а в автомате тогда у нас получается Q2 Q1 W Epsilon выводит Q2 Epsilon и вводит Q3 так сейчас секунду Q3 здесь у нас получается Q2 Epsilon сейчас секунду Q3 так Q3 кажется я это конечно погорятился тут все давайте быстренько чекнул но тут смотрите один факт который я кричусь для любого стека надо рассматривать да да смотрите давайте уточним факт немножечко я что-то это тут смотрите давайте сразу пойму в чем лажа тут видите альфа на стеке а тут Epsilon на стеке поэтому здесь не все так тривиально давайте все-таки состояние стека тоже хранить тогда точно вот так альфа бета альфа бета вот и тогда у нас получается вот здесь вот если у нас с вами будет альфа здесь у нас гамма будет а здесь у нас будет бета вот теперь у нас с вами все сойдется забыли состояние стека тогда смотрите напоминаю что это у нас с вами ау теперь смотрите что у нас получается у нас получается по предположению q3 mp q2 mp у гамма выводят у так q3 mp q3 m вот так у нас получается здесь у нас получается q2 mp q2 m epsilon beta да а теперь смотрим какой переход у нас получается здесь значит у нас с вами получается q1 а альфа а а да а здесь у нас q1 а эпсилон так стоп секунду давайте вот тут поправлю вот так здесь нет никаких конфигураций потому что мы действуем в автомате а здесь у нас получается q1 а за один шаг мы вводим q3 эпсилон значит что это значит у нас тут на самом деле есть переход смотрите я напишу что это так у нас альфа тогда это энтой энта аль штрих а гамма это это гамма штрих и у нас есть переход как раз и из q1 а альфа штрих у нас есть переход в q3 гамма штрих то есть у нас на стеке что-то могло быть по дороге посередине и когда из вот этих двух фактов у нас получается с вами есть переход вида q1 то есть тут mp у нас с штрих в пару q3 mp q3 гамма штрих да то есть заметьте что у нас со стеком тут получается и тогда мы с вами можем написать из этого опять же добавить нашу в началу в конец и добавить тента в конец то есть мы получаем с вами q1 mp q1 а у здесь n альфа штрих выводят у 3 mp q3 получается а мы снимаем со входа получаем у это n гамма штрих то есть вот это у нас вами гамма вот это у нас с вами дубль валь и дальше мы берем вот этим вот синеньким собаки нам и привязываю вот это вот вот это вот соотношение да а дальше после того как мы с вами показываем переход до в одну сторону переход в другую сторону ну и получаем как раз требовала соотношение то есть образом мы немножко с вами задержались давайте просуммирую что мы с вами в итоге сделали за сегодня ой мы с вами взяли построили грамматику в нормальной форме греймах относительно этого мы с вами построили mp автомат без эпсиум переходов после этого мы с вами показали что пересечение контекста свободного языка с регулярным является регулярно но и катик свободного языка с регулярным концент свободным языком а поверх этого мы с вами уже доказали что контекста свободные языки замкнуты относительно взятия образок от конечного преобразования тем самым поздравляем мы с вами закончили тему конечных преобразований и следующий раз мы с вами тогда устроим такую последнюю лекцию в которой мы с вами поймем а можем ли мы по количеству бог в слове чего-нибудь понять вот в частности мы с вами докажем факт что любой язык однобуквенно алфавитом который является контекст свободным является регуляр все давайте задавайте вопросы если они есть вот на следующий день что делать ну вот я рассказал как раз идея такая что попытаться понять по количеству условий чего-нибудь ну качество буква bc и так далее там знаете смесь линейной алгебры и формальных языков да 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 не уж я хотел и сегодня начать но я понял чтобы вот эту теорему доказать нам нужно было некоторые факты пройти вот так все тогда давайте всем хорошего дня вам Продолжение следует...